давайте поговорим сегодня об управлении временем как все успеть и нужно ли вообще все успевать я предлагаю первый вопрос задать софи как выглядит ваш рабочий учебный день все ли вы успеваете а если не успеваете то что и что бы хотели изменить я не думаю то что я все успеваю все что я бы могла успеть весь день вот но мой день начинается утром часов 7 утра я встаю вот собираюсь иду в школу потом я занимаюсь четыре раза в неделю рисованием вот это начинается четверга вечером часов девять после рисования прихожу домой вот дни и без рисования я примерно успеваю все сделать то есть нормально поесть нормально поспать более-менее вот уроки сделать но с рисованием у меня не так все получается бы я хотела но в плане распределение времени это сказывается на в школе оценках или в чем выражается я не знаю наверно какое-то эмоциональное состояние вот я не высыпаюсь ну чаще всего последнее время ну не знаю знакомая на самом деле наша история для детей до которых помимо школы есть еще множество кружков или там какие-то дополнительные занятия репетиторов вот как посоветуете вот здесь в этой ситуации стоит не софи а вообще вот просто вот некому условно условному ученику условным родителям да но я думаю тут первое конечно что важно это наверное сделать расписание и это такое первое есть да и понять когда ты этот наглядно себе расписание дня чертишь да ты уже можешь видеть на что у тебя уходит время на где у тебя какие-то недостатки до чего тебе не хватает и соответственно можно пытаться какие-то улучшение этого расписания сделать это первый шаг сразу вопрос так подробно должно быть расписание то есть это получасовой шаг мне кажется да я думаю что получасовой шаг это хороший шаг современном мире вот надеюсь что нашим школьникам там шаг в 5-10 минут еще пока что не требуется не такое жесткое у них расписание думаю что полчаса да это хорошее время вот и соответственно я смотрю на всю свою неделю и например понимаю что там если я про не слышал соню до четверга у меня плотное расписание начинается то соответственно стараюсь по другим делам не касательно рисования да уже до четверга все эти дела сделано понедельник вторник среду чтобы на это время у меня в четверг не уходила ну там четверг пятницу суббота воскресенье обязательно кроме расписания нужно включать кроме дел нужно включать время для отдыха что это периоды времени да когда я там отдыхаю делаю ну что то что мне нравится что мне дает сил и это я тоже включаю в расписание для того чтобы ну как если я правильно сегодня услышал для того чтобы иметь возможность еще и отдохнуть а не только поработать а как быть если получается сразу после школы начинаются дополнительные занятия не до девяти в 9 ты приходишь уроки делаешь не знаю до часу ночи ну примерно так закидывая в себя лапшу бушарак вот параллельно это я стараюсь не есть в принципе это не люблю я так здорово так в общем закидываю себя здоровую еду рядом с уроками и ложишься спать соответственно поздно оставать уже рано то есть вот здесь получается проблема именно в дополнительные занятия мне кажется тут важно тоже оценивать уровень нагрузки да он индивидуальный и для кого-то жить в таком ритме вообще нормально и он чувствует каждое утро до такой бодрый и веселый а кто-то наоборот он там просыпается каждый день думать какое как мне тяжело сложно да тогда я бы думал что видимо надо мне какую-то нагрузку убирать вот потому что жить все время в ситуации на износ невозможно ну то есть это можно делать там в определенный до промежуток времени там не знаю неделю две месяц это должен быть окончательно перед экзаменом так часто ну я думаю что все так или иначе эти этапы в жизни уже проходили да когда у нас наступает период экзаменов нам чуть больше требуется времени на подготовку если мы хотим там получить хороший балл да там не знаю в институте в школе неважно и мы за это ну на это закладываем сюда мы там как правило чуть-чуть время забираем у сна но если это мы живем в таком режиме две-три недели сессию там не за месяц за стандартная сессия у студентов мне кажется это хорошо всем мы вполне нормально потом с этим справляемся там какое-то время две недели отдохнули бодрые вновь начали учиться когда мы в таком режиме живем полгода год два года да то мне кажется на нас через два года будет страшно смотреть то есть возможно мы до сих пор будем живы благодаря правильному питанию вот но смотреть на нас точно будет сложно и вряд ли но это это точно будет не полезно для здоровья я думаю что мы начнем просто болеть и наше тело скажет нет друг так или подруга в таком режиме жить нельзя я присоединяюсь именно к идее о том что очень здорово как-то представлять свое время ну как-то представлять свое будущее даже если она не больше там недели либо месяца грубо говоря это дает некую опору для того чтобы понимать а что делать очень важен определенный режим и забота о себе да если идет какая-то нагрузка если мы истощаем себя загоняя все в какие-то рамки то но все планы просто полетят но все управление у нас не получится управлять временем у нас не получится управлять какими-то своими ценами задачи которые мы перед собой ставим любой план любое управление оно исполнимо если оно соразмеримо с своими возможностями безусловно насколько мы находимся в силе что-либо исполнять то есть насколько наш организм наша нервная система наше настроение соответствует тому к чему мы движемся а как их оценить эти возможности ведь кажется же все все успеешь такой какой-то момент да здесь оценка должна опираться на то удается ли мне восполнять свой ресурс то есть вот у меня план и если выполняя это план я успеваю выспаться успевая отвлечься успевая побыть в том пространстве где мне легко и хорошо и она свободно от каких-то забот от каких-то проблем где моя система перегружается где я даю достаточно времени и вниманием моему физическому состоянию потому что но учеба и любой познавательный процесс он по большей части это процесс наших мозгов но наше тело в этот момент оно очень скучает оно очень сильно устает потому что оно ему не уделяется то время и внимание которое ему необходимо и оно конечно же будет потом очень сильно говорит типа ну вот ты туда сходил вот тут вот ты мозг подпытал вот это ты узнал вот это ты выполнил а где побегать а где попрыгать а где поспать и он такой будет обижаться постоянно вот и безусловно делать некие препятствия все я отказываюсь идти я отказываюсь вставать с постели я отказываюсь дальше думать я не буду больше питать мозг и не буду давать ему каких-то необходимых вещей для того чтобы он дальше продвигался потому что мне не уделяется время внимания допустим это вот вопрос баланса насколько вот тот план который каждый человек перед собой ставит он соответствует или включает себя вот этот баланс между различными сферами жизни человека как интеллектуально интеллектуальным физиологическим потребностям и в том числе социальным тоже в теории это все прекрасно баланс спать есть идеально это идеально да теперь давайте как родители и как вот собственно да вот подросток который в этом плане живет он нарисовал себе красивый план но при этом мы четко понимаем что и рисовать хочется или это нам не рисовать и не знаю там робототехника идти на какие-то вот дополнительные истории и это хочется и это нужно и бросить это нельзя кажется что нельзя все конечно можно бросить тогда за счет чего выйти в баланс школой пожертвовать тоже не очень такой хороший план дорогие родители я решил меньше учиться больше рисовать вот спать организм начинает шантажировать как все-таки что какой чемодан оставить чтобы двигаться дальше и выжить ненужный очень легко мне кажется что можно прям так метафору этих чемоданов и сделать нарисовать себе чемодан учеба чемодан рис это рисование чемодан сон чемодан ну что там еще да там не знаю прогулки с друзьями катание с горки и прямо ты на них смотришь это чемодан весит два часа это чемодан весит там три часа еда здоровая весит там 15 минут да ну я сейчас условно и я прям смотрю на них и думаю так все от этого чемодана а это откидываю на сердце легко спокойно ну значит это лишний чемодан учеба да ну например но я не знаю да и мы часто можем говорить о ребятах да например профессиональных спортсменов да профессиональных в том числе может быть да там художниках и музыкантов у которых ну к сожалению так правда бывает что приходится делать выбор и но мне кажется это сейчас наш такое условная история про чемодана она может это выбор помочь сделать то есть я иду в самолет я понимаю что я могу взять с собой там три кофточки четвертую кофточку взять не смогу это перевес также и тут я могу взять собой не знаю это чемодан который весит три часа это чемодан который весит три часа больше не могу потому что в сутках 24 часа вот и соответственно наглядно делаю выбор то чего от ненужного избавляться легко когда ты что-то ненужное добывает вижу вижу сомнение как это выбор потому что с точки зрения родителей это другой вопрос это нужное с точки зрения допустим человека увлеченного чем-то рисования или там другие какие-то это самое нужно и здесь нужно еще найти баланс тогда вот вот здесь да я должны быть получается в на этот план настроены это идеальная картина да когда мы можем там не знаю да вместе с родителями я могу обсудить и ягод там здорово с сони там уже в своем возрасте до может сказать что я вот себя вижу в этом я думаю что это вообще очень здорово потому что многие ребята часто сомневаются выборе а когда выбор сделан и я понимаю да к чему я хочу идти то окей я как бы понимаю сейчас что мне что мне поможет максимально вообще только управление временем да это не то чтобы я больше успел это то чтобы я больше отдохнул да ладно ну конечно я же хочу научиться делать так чтобы у меня время на сон время на еду время там на друзей на общение семьей на общение с близкими людьми чтобы она у меня была даже что никому из нас не надо не хочется работать там 23 часа в сутки чтобы час спать и такой вот я классно управляю время на 23 часа в сутки занята один час есть на сон нет мы хотим больше времени проводить с близкими больше времени проводить там ну там не знаю занимаясь спортом занимаясь тем что нам действительно не действительно нравится о том что нам ну какой-то такой энергию нашу жизнь дает и если я умею откинуть лишнее там на что я трачу время так на что на что 15 лет свободного времени чтобы взяли бы из чемоданов и что можно выкинуть ну честно говоря бы хотел еще больше рисовать вот потому что мне иногда кажется то что я недостаточно рисую для того чтобы там поступить вот куда я хочу 10 класс но потому что у меня будут экзамены будут просмотры по рисованию за счет которых я пройду дальше вот так вот то есть получается здесь нужно договариваться с родителями что я больше рисую или там больше не знаю занимаясь фехтованием еще чем-то но к сожалению химик химии физика проседает и вы как бы к этому нормально относитесь потому что я гуманитарий и допустим план у нас вот такой есть хороший мне кажется способ но такой как это академический минимум что когда я договариваюсь что вот у меня основное основные мои предметы это это там русский но неважно какой другой я задаю на такую оценку трача минимум на это время внимание ресурсов но для того чтобы все были довольны часто бывает ну бывают родители которые говорят вот сдай ты хоть там на 3 с плюсом даже на 3 с минусом сдай и ты молодец кто-то четверка это вот как бы хорошая оценка тут уже вопрос договоренностей но за это я говорю там ну у меня освобождается время да и я там больше правда посвящаю рисованию лучше оттачиваю навык и родители на самом деле я думаю тут тоже могут помочь в том что я сейчас смотрю на соню как она сказала что там я хочу больше рисовать вспомнил момент из своего поступления когда нас родители просто отправили на две недели на дачу и мы там жили в абсолютно райских условиях то есть мы только занимались все остальное время нам там не знаю когда надо было приносили еду мы ее ели потом она куда-то исчезала до нас полностью быт нас был ну вот как бы он нас не касался и вот мы посвятили себя учебе и это дало там свои плоды да мы там все поступили в этом смысле родители могут этом логистику движения построить да там как быстрее доехать на чем быстрее доехать там как провожать отвозить ну не знаю какие-то вещи такие вспомогательные делать которые тоже будут экономить время на в случае соня нарисования в случае ну каких-то других историй да там на какие-то другие вещи согласитесь для меня всегда была значимым поддержка родителей вера и способность успокаивать меня в том беспокойстве что я что-то не успеваю либо что у меня что-то не получится или что то чем я занимаюсь это является бесполезным либо не нужно много рядом каких-то других вещей и обстоятельств на которые мы не можем повлиять но на который мы не можем не реагировать иногда мы можем какие-то вещи особенно которые нам нравятся не то чтобы пожертвовать отдать им еще какое-то время из понимания того что это никуда не уйдет и тогда легче выстраивать приоритеты и тогда легче понять а что вот как раз вот какой чемоданчик лучше оставить какой действительно лучше взять с собой сейчас здесь вот в эту маленькую поездочку у меня вопрос тогда еще к софии про планирование такой есть вот весь план даже получасовой а есть некие спонтанные события то есть внезапно там друг пишет вконтакте а давайте встретимся в кино сходим а софи ему в ответ по плану в марте есть окно то есть вот как в этот наш идеальный план даже если мы определили все свои чемоданы там да и они причем прям впритык пролазят вот в этот наш да как в стойке да и тут еще добавляется сверху и тоже интересное тоже хочется встретиться и там в кино сходить что здесь есть какие-то сферы которые необходимы если не уделять им внимание то ты всегда будешь чувствовать что что-то не так что что-то не успеваешь либо что-то не реализуется это наш интеллект это наш организм и наши социальные связи но в интеллект я еще и творчество тоже туда же потому что но все же это как-то связано да вот поэтому если звонит друг и ты на это реагируешь то скорее всего тут думать надо не о том пойду или не пойду а сколько у меня есть времени чтобы ему уделить внимание и это не про то что это у меня запланировано а потому что для меня это важно потому что если я сейчас не отреагирую это как вот наши потребности да и вот хочется попить да или кушать не хочется какие бы у тебя планы не были бы если ты не покушаешь и удовлетворишь эту потребность все планы рухнут и ты будешь просто отвлекаться на то а где бы мне найти еду и ты не сможешь ничем больше заниматься вот тут про то же самое мы так устроены нам важно развиваться интеллектуально физически эмоционально социально тоже согласны найдете время для друзей внезапных спонтанных наверное ну когда такое происходит когда у меня же есть запланированное действие какое-то и мне тут еще что-то прилетает спонтанное то я выбираю что важно ну сейчас что важно для меня вот ну я от этого отталкиваюсь ну как то так я согласен я так сейчас соня мне кажется очень хорошо сказал но если вот еще мне кто-то позвонит там напишет и я взвешу я подумал что наверное какие-то наши спонтанные такие встречи с друзьями они как правило и вспоминаются в нашем потом какой-то взрослой жизни как здорово что на какое-то такое не знаю да там на такое сообщение я ответила и там пошла с друзьями в кино где-то мы с ним пообщались вот я думаю что такие встречи безусловно важны и нужны и как то есть надо находить в своем плане возможность лавировать на спонтанно какие-то внезапные вещи я думаю что если вдруг у нас такой план жизни когда вообще так но такой возможности не остается я бы подумал что что-то с моим планом не то то я бы первое первое о чем бы я подумаешь наверное где-то я перегнул планку со своим планом что надо что-то в него вносить хорошее резюме на самом деле для нашего вот этого как раз встречи и передачи о том что план планом но всегда должно быть место приятным неожиданностям которые мы можем найти время потому что все-таки наше время и мы решаем каким она будет спасибо а